Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Итоги недели». Сегодня мы поговорим о самых главных событиях уходящей недели с Брайаном Струджесом из компании World Economics в Лондоне. Итак, Брайан, на этой неделе понижение уровня инфляции в Японии замедлилось, а в Англии он достиг нуля впервые в истории. Расскажите подробнее об этих данных и о том, что они означают для экономик обеих стран. Эти данные были большим разочарованием для Центрального банка Японии, так как они говорят о неэффективности их трёхступенчатой программы реформ. Одна из ступеней – это программа количественного смягчения. Она должна была стимулировать экономическую активность. Несмотря на солидное понижение курса иены, эта программа по-прежнему не работает так, как должна была. Что касается Англии, то там просто реализовалась дефляционная тенденция, которая уже присутствует в остальных странах Европы. Для этой страны дефляция не такая уж и серьёзная проблема, поскольку у Англии ещё есть пространство для манёвров. В целом, для Англии это не такая уж и проблема, в отличие от остальных стран ЕС. Согласно последним данным мирового индекса цен, дефляционное давление ещё очень сильно в Германии и относительно стабильно во Франции и Италии. Они определили это путём вычисления покупательской способности единой валюты в каждой стране Евросоюза. В начале этой недели премьер-министр Греции встретился с канцлером Германии в Берлине. Они обсуждали будущее Греции в составе еврозоны. В понедельник Греция планирует предоставить министрам финансов стран ЕС свой план реформ. Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться эта ситуация? Поскольку в Греции очень быстро заканчиваются наличные деньги, я полагаю, что эта ситуация должна решиться уже в ближайшее время. Я думаю, Греция примет всё, что предложат кредиторы. Если нет, то это затянется ещё на несколько недель. Что касается предложений Греции, то я полагаю, что они не совсем реалистичны. Вчерашние волнения на Ближнем Востоке способствовали повышению цен на нефть. Но некоторые аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе цены на этот ресурс могут упасть до 30 долларов за баррель, как только волнения на Ближнем Востоке прекратятся. Как, на ваш взгляд, будут изменяться цены на нефть в краткосрочной перспективе? Конечно, последние события на Ближнем Востоке окажут определённое влияние на цены. Но в целом мы видим, что у Саудовской Аравии нет никакого желания снижать объёмы производства, то есть они не хотят снова повышать цены на нефть. В Саудовской Аравии добыча нефти будет прибыльной, даже если её стоимость опустится до 10 долларов за баррель. Потому у них ещё есть запас, который позволит их производству держаться на плаву. При этом резкое снижение цен на нефть больше всего бьёт по производителям сланцевой нефти, ведь в этой отрасли стоимость производства ресурса намного выше. Потому логично, что Саудовская Аравия не изъявляет никакого желания изменять текущую политику. Таким образом, они избавляются от конкуренции. Я полагаю, что в краткосрочной перспективе цены на нефть будут по-прежнему находиться под нисходящим давлением. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь с нами, и в понедельник мы представим вам свежий выпуск программы «Прогноз на неделю». Всего доброго!